Шалом, дорогие друзья! Вспоминая на Йон-Ки-Пу историю, которая совершилась, может быть, с какими-то реальными людьми, но к Рэбе приходят два человека и начинают спорить. Один другому говорит, Рэбе, белый – это цвет? Он говорит, да. А черный? Черный тоже цвет. Поворачивается и говорит, Сима, ты понимаешь, что я продал тебе цветной телевизор. Но суть здесь очень проста. Белое и черное отличает дни от тех, которые постоянны и от тех, которые освящены. И мы читаем эту молитву всегда на окончание субботы, на Гавдалу. Отделяющий святое от повседневного. Я хочу сказать, что мы ходим каждый день, мы двигаемся в этом мире, делаем дела, мы говорим, мы общаемся с людьми, но приходит время, где Бог говорит, отделиться, сделать свои праздники. Праздники, которые Его, хотя мы называем это еврейскими праздниками, но это праздники Его – отделить святое от обыденности. А вот этот день – Йом-Кипур. На эрф Йом-Кипур, который начинается сегодня, происходит удивительно. По еврейской традиции мы знаем, что в этот день Бог запечатывает книгу, где наши имена записаны, как добрые делами, и в книгу на следующий год. Но суть очень удивительна, потому что этот праздник не просто книга запечатанная, да, «Богом твое имя там написано». Этот праздник означает, чаще всего люди говорят, «Судный день». Но это не так. Судный день – это какое-то страшное событие, хотя это возможно. Это возможно для многих как страшное событие, и в один момент придет этот Судный день Всевышнего в этот мир. Но для нас, которые знают, что есть милость Божия и благодать Божия, Йом-Кипур – это день и искупление. Искупление для нас, лично нас, как верующих людей, которые следуют Его Торе. И преображение очень важно. Наши жизни должны преобразовываться. И Шуа говорит о том, что мы должны преобразиться. Наша жизнь должна поменять цвет от черного к белому. Этот день очень важен для нас. Мы говорим о Йом-Кипуре как день искупления. И многие думают, что именно мы должны быть искуплены от наших грехов и покаяния должно быть. Но если мы говорим о дне, то хочу сказать вам, для нашего народа этот день ничего почти не означает. День искупления. Что это значит? Без храма, без пролития крови, жертвы, которая приносилась за народ, фактически этот день нас не искупляет. И очень интересно, потому что в свое время раввины, когда был разрушен храм, пришли к одному очень интересному мнению. Они заменили храмовое приношение, потому что нет храма, нет жертвы, нет искупления. Заменили храмовое приношение на три вещи. Три вещи означают покаяние, что и Новый Завет предлагает нам, чтобы мы признавались друг перед другом, чтобы исцелиться. Правда? Нам предлагают добрые дела. Об этом еще говорит о том, чтобы мы делали добрые дела даже врагам, потому что мы должны это делать. Те, кто нас преследует, гонит, кто-то нас унижает, обвиняет. И последнее – молиться. Три вещи. Это покаяние, это добрые дела и молитва. Молитва – самое понятное дело, потому что вергелезные люди молятся Богу. Но Ишуа сказал такие слова, чтобы мы молились, да, постоянно молились, мы радовались. Молиться за всех, да, и в молитве быть постоянными, Новый Завет говорит, быть радостными. И молитва к Богу – это наша сила. Это всегда стояние в нашей вере. На один важный вопрос или нюанс, который происходит на Йом-Кипур для небеского народа, они верят, что просто этими вещами – это молитва, добрые дела и покаяние – они совершают этот день искупления. Мы знаем, что этот день, он настал 2000 лет назад, когда Ишуа сказал «свершилось». «Свершилось искупление». В это нужно верить. В это необходимо верить, друзья. Нам нужно понимать, что Бог сделал для нас. Я надеюсь, те, кто следует еврейскому календарю, всем тем, традициям, обычаям еврейского народа и верят, что до этого дня нужно сделать самое важное – совершить циву, вы это сделали. Попросили прощения, вы поговорили с людьми. Даже когда приходят к вам люди просить прощения, не отвергайте их. Потому что один из величайших раввинов времени Гилель сказал такие слова, которые остались отпечатком для всего нашего народа. «Не делай другому того, чего ты не хотел бы делать для себя». «В том вся Тора, остальное лишь комментарии». Он говорил эти слова за почти 60 лет до рождения Мессии. И Ишу повторяет их, напоминая своему народу и всем нам следующее. Матфея 7, глава 12 стих. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и поступайте, и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Бог любит нас, как своих детей. И мы, как дети, должны воспринимать эту любовь, и как дети мы должны научиться прощать. Мы должны понимать, что Божьи праздники дают нам повод изменить себя, осознать, что Бог реален в этой жизни и в последующей. Нам нужно об этом думать. И первое послание Иоанна, 1 глава 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и отчистит нас от всякой неправды». Друзья, я надеюсь, что вы это сделали. Мало того, я надеюсь, что вы не просто попросили прощения у Бога, а вы приняли свою чуку. И исповедуйте ее именно этими словами «прости», примиряетесь и делайте это правильным. Я знаю, что Новый Завет – это для нас часть нашей жизни. И если кто-то ждет пришествия Мессии, я хочу сказать словами пророка, который провозглашал будущее Нового Завета, которое сегодня является реальностью, с которым мы ходим. Еремея, 1 глава 33 по 36 стих. «Но вот Завет, который я заключу с домом Израиля после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их и на сердцах их напишу его. Буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учитывать у друга брата, брат, брата говорить. «Познай Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их и грехов их уже не во спину более». Он простит. Если мы надеялись раньше, что он покроет, как пород, именно покрыть, то сегодня через Мессию Бог говорит «я прощаю грехи». Если ты исповедующих, если ты понимаешь, что ты был грешником, ты хочешь примириться, сделать добро людям, исповедуй свои грехи, живи, молись, слава Бога, живи доброй жизнью. Пускай Бог благословит тебя. Пускай Бог благословит тебя.